Такого масштабного мероприятия в Челябинске не было никогда. Завтра в столице Южного Урала высадится министерский десант, министр здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, связи и массовых коммуникаций. А самых высоких гостей ждут во второй половине дня президентов России и Казахстана. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев встретятся в рамках пленарного заседания 14-го российско-казахстанского форума. Как Челябинск встретит вид гостей и чем удивит, Маргарита Хижняк расскажет. Город полностью готов к российско-казахстанскому форуму и встречает гостей, как и полагается во всеоружии. Ожидается, что в эти два дня в Челябинск прилетят более тысячи ВИПов. И что они увидят в первую очередь? Ну, конечно же, наш аэропорт, воздушные ворота. И что же готово уже здесь к прилету гостей? Вот мы видим, подготовили специальные флаги с логотипом форума. На них изображены два флага двух стран дружественных. Это Казахстан и российский, конечно же, Триколор. Ожидается прилет президентов завтра к обеду. И надеюсь, что их порадует такая встреча. Убедившись, что наших высокопоставленных гостей встречают на высшем уровне, я еду отсматривать гостевой маршрут. Все участники форума обязательно побывают на гостевых маршрутах. В них входят, например, вот эта улица Комарова, проспект Ленина и автодорога Меридиан. Что нового на этих дорогах? Ну, например, вот такие вот ярко-зеленые остановочные комплексы. Их по всему городу уже появилось около 50 штук. На них также находится социальная реклама. Допустим, здесь написано «Я люблю Челябинск». Кроме того, на обратной стороне мы видим приветственные баннеры для гостей и участников форума. А деловая часть форума пройдет на этом заводе. Русские электрические двигатели промышленной группы «Конор». Сейчас здание находится под охраной. Нас туда уже не пустили. На данный момент там идет монтаж выставок. Уже готово более 50 экспозиций. Здесь на «Коноре» Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева ждут во второй половине дня. А завтра здесь президенты встретятся. Им покажут выставку развития человеческого капитала. Этой теме и посвящен форум. Поприветствуют участников пленарного заседания российско-казахстанского форума. Подпишут двусторонние документы о сотрудничестве стран. Проведут брифинг для журналистов. И станут почетными гостями приема в честь участников форума. Всего же, напомню, ожидается приезд более полутора тысяч участников. А отдыхать гости форума будут в трех самых крупных гостиницах Челябинска. В них уже забронированы все номера. А самые высокопоставленные участники расположатся здесь, в гостинице «Витгоф». У нас все администраторы владеют иностранными языками, не одним языком. Поэтому мы готовы всегда к приему любых гостей, любых иностранных в том числе. Именно здесь, на 19 этаже фешенебельного отеля и будут жить политические сливки двух стран. Это, например, министр сельского хозяйства России, министр здравоохранения и министр образования. У меня есть ключ одного из таких номеров, поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим, как же будут жить наши гости. Открываем. А вот и тот самый номер. Президентский люкс. Трехкомнатные апартаменты. Сразу чувствуется домашняя атмосфера. Глядите, какой простор. Здесь можно и отдохнуть, и заняться делами, ну или почаевничать. У кого какие желания, как говорится. Ну и что еще хотелось бы сказать об этом номере. Здесь есть рабочий кабинет, что немаловажно для участников форума. Здесь можно посидеть за компьютером, заняться своими делами, прочесть книгу, почему бы и нет. Ну и, конечно же, спальная комната. Куда без нее в апартаментах? Здесь она полностью обставлена. Вот есть даже массажное кресло. Можно посидеть, расслабиться после трудового рабочего дня. Ну, это может пригодиться особенно участникам форума. Также здесь есть вот большая удобная кровать. Ну, так скажем, не очень мягкая. Ну, в общем, стоят такие апартаменты, ни много ни мало, 39 тысяч рублей на человека. Если посетитель добавляется, то придется платить. Сегодня весь день в отеле принимают иностранных и российских гостей. Здесь уже заполнена практически треть всех номеров. Полным ходом идет регистрация участников. И так как основной приток гостей ожидается сегодня ночью, она продлится круглые сутки вплоть до завтрашнего вечера. Маргарита Хижняк, Виктор Щелков, ОТВ.